Эту тему далее обсудим с нашим следующим гостем Сергей Грабский, военный эксперт, к нам присоединяется. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро. Давайте еще с самого начала вспомним о важности Крыма и, конечно же, размещения Черноморского флота в водах Крымского полуострова. И, насколько я помню, как раз ситуация была в том, что у России нет глубоководных портов, и именно этой причиной они продолжали свое пребывание на Крымском полуострове. Вот только ли в этом причина или все-таки стратегическое влияние в Черноморском регионе и политическое для Российской Федерации это важнее, нежели просто технический глубоководный порт? Да, безусловно. И мы неоднократно говорили, что Россия рассматривает территорию Крыма как сухопутный авианосец. То есть сама территория позволяет России создавать военные базы, создавать военную инфраструктуру, которая, по ее мнению, по мнению России, должна была бы помогать в доминировании в Черноморском бассейне. Но нужно понимать, что первой главной целью Российской Федерации на данном этапе после Крыма была, конечно же, Украина. И создание такой ударной силы или, если хотите, опять же, сухопутного авианосца, который позволил создать плацдарм для дальнейшей экспансии в сторону украинского материка, она и определяет ту важность, которую Крым представляет для Российской Федерации. А уже технические аспекты, глубоководные порты, возможность перемещения и контролировать восточную и северную часть Черного моря, это уже, как бы, производная от главной цели экспансия против Украины. Что касается противостояния с флотами стран НАТО, нужно понимать, что только турецкий флот в Черном море, он больше всех флотов, всех черноморских держав вместе взятых, поэтому Россия была более развернута для продолжения именно сухопутной экспансии, понимая, что блокировка Босфора Турции может, ну, фактически, свести к нулю все усилия по развитию флота именно в Черном морском бассейне. Потому флот, вернее, Крым является такой важнейшей целью России, удержание которой позволяет ей, даже, так сказать, в перспективе рассматривать потенциально вопросы, продвижения и экспансии в сторону Украины. Я еще раз процитирую foreign policy, которая была, в частности, в нашем материале. Соединенные Штаты надеются, что Румыния, Болгария и Турция, которые входят в НАТО, смогут удержать баланс в противостоянии с Россией. О Турции вы только что сказали, сейчас добавлю. Ну, а точно Румыния сможет, которая вылавливает, например, у своих берегов противокорабельные мины российские, да, а Турция, соответственно, ну что, куда Россия дальше денется без Босфора, без пролива, им нужен выход в Средиземное море. Его контролирует Турция, Дарданелл и Босфор, вот, ну хорошо, контролирует, например, хотя не контролирует Черное море Россия, мы видим, по зерновым коридорам, да, ну, а что дальше? Вот куда дальше? Еще раз, понимаете, в чем дело? Нужно понимать следующее. Россия, по сути своей, сухопутная держава. Российский военно-морской флот, он блестяще выполнял только одну функцию. Он героически тонул или гиб во всех битвах, которые только были. Поэтому, еще раз подчеркиваю, Крым для них важен именно как база для сухопутного вторжения, для сухопутной экспансии на материк. Материковая часть — это часть Украины. И то, с каким отчаянием, с каким упорством сейчас идут бои на территории Украины, является только дополнением и подтверждением моих слов. Речь не идет о каком-то противостоянии в Черном море именно флотов, потому что Черное море — это, в общем-то, внутреннее море НАТО. И Россия рассматривает Крым как вот именно такой плацдарм для экспансии именно сухопутной. Они не могут ни противостоять, ни повлиять на ситуацию, потому что бороться с НАТОвскими флотами — это технически невозможно. Понимая важность этого направления, НАТО приняло решение, и Соединенные Штаты перебросили уже 101-ю дивизию, подразделение 101-й дивизии в Румынию, что существенно усиливает потенциал НАТО на этом направлении. Это один из эпизодов. Продолжается активное изучение вопроса и наращивание усилий и в Болгарии, и в Румынии, и в Турции, которая позволяет держать под контролем именно морскую акваторию. Но для России отчаянно важным является удержание Крыма на сегодняшний день, потому что нужно понимать, что без этого говорить о какой-то экспансии в Черном море не приходится. Мало того, с освобождением Крыма, даже не имея флота, Украина может надежно заблокировать любые передвижения России в западной и центральной акватории Черного моря, фактически сведя все потуги России контролировать Черное море к ограниченной акватории в восточной части, а именно Новороссийск-Туапсе, где они имеют очень ограниченные возможности по развитию базы флота, и таким образом они вынуждены придут к тому же, о чем мы говорили, простите такое сравнение, вынуждены будут опять топить свои корабли, потому что им негде будет прятаться. К сожалению для них бухта Новороссийска, она как бы не обеспечивает возможности по стоянкам всех кораблей Черноморского флота. Дополню, люблю цитировать экспертов, которые считают, что Крым это решающий участок, в частности Бен Ходжес об этом говорит, бывший командующий войсками США в Европе, вот буквально 7 апреля, два дня тому назад, три, ладно, сказал, что переломным моментом, повторил точнее для Deutsche Welle, в который раз переломным моментом на фронте должно стать разрушение Керченского моста, что сделает Крымский полуостров неспособным к обороне. Также, по его мнению, ракеты GLSDB, кстати, по-моему, у Украины их еще нет, помогут вооруженным силам Украины отодвинуть российские силы от нынешней линии конфликта. Ну, во-первых, по ракетам, да попрошу, может быть, я что-то пропустил, по-моему, еще их не было в Украине, по крайней мере, по состоянию на вчера. Но по поводу Крыма, вот хорошо, конечно, говорить, что это решающий участок, но, с другой стороны, а как этого добиться? Ну, ракеты есть, то, что они не используются, или, скажем так, их использование тщательно камуфлируется, это не означает, что мы эти боеприпасы не получили, потому что то, что заявлено, оно, как правило, означает, что оно уже присутствует. Знаете, мы получаем только верхушку от айсберга, и, в общем-то, это правильно, так и должно быть. Что касается Крыма, как мы уже говорили, ну, знаете, я тут с генералом Ходжесом могу не согласиться, нет, ну, как говорится, такой необходимости огромной уничтожать Крымский мост, потому что, ну, это достаточно сложно сделать в техническом отношении, то есть это требует достаточно серьезной группировки сил, нанесения массированных ударов, ну, и достаточно вспомнить, как долго украинские силы обороны перфорировали Антоновский мост, ну, фактически-то его и не уничтожили, по большому счету. Но, как бы, серьезно ограничить движение по этому мосту, и мы уже были свидетелями этому, мы можем, что и так очень серьезно ослабит возможность противника осуществлять какие-то переброски по тому направлению. В общем-то, история показывает, что за последние сто лет ни одна армия мира, какой бы мощной она ни была, оказавшись заблокированной Крыму, не могла оказывать достойное сопротивление и удерживать этот полуостров. Это касается и 1920-го года, и 1941-го, и 1944-го годов, когда мощные армии мира, и белогвардейцы, и Красная армия, и немецкая армия, не могли удержать Крым от наступления с материка. Крым по географии просто не имеет возможности организовать оборону и удерживать его. Таким образом, если мы говорим о последовательности операций, ну, опять же, я не говорю, что это привязывается к каким-то нашим действующим планам, но объективно мы можем разделить ее на следующие этапы, а именно перерезание сухопутного коридора, который пока соединяет Россию с оккупированным Крымом, выход на побережье Азовского моря, огневой контроль над акваторией Азовского моря, сами понимаете, через Керченский пролив, достаточно легко отследить перемещение каких-либо кораблей в акваторию Черного моря и, имея достаточно средств поражения, наносить соответствующие удары. Это же позволит нам расширить географию нанесения ударов по Крыму, что фактически сведет на нет возможности и все усилия противника создать какую-то оборону, ну и позволит уже как бы в обозримой перспективе после этого говорить об освобождении Крыма. А с освобождением Крыма он становится сухопутным авианосцем уже Украины. И, как я говорил ранее, мы фактически блокируем российский флот в восточной акватории Черного моря, значит, ну, сводя это фактически его роль, примерно к такой роли, которую сейчас играет Балтийский флот Российской Федерации на Балтике. Касательно освобождения Крыма, Украина вернет Крым за 5-7 месяцев. Об этом заявил в интервью с журналистом «Крымреалия» советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, полномасштабное вторжение Российской Федерации создало предпосылки для деоккупации полуострова уже сейчас. Давайте услышим. Мы точно за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало, 6 месяцев, 5 или 7 месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм математически выверенный. Я еще раз говорю, нет у России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины. Насколько оптимистичны, реалистичны такие прогнозы? И действительно, с потоплением крейсера «Москва», как легенда о Второй армии мира, так же и о морском флоте Российской Федерации тоже немножечко легенды. Становится легендами. Как вы считаете, о таких сроках стоит ли? Я полностью их поддерживаю. Это, в общем-то, то, что я говорил, ну, возможно, не другими словами. Повторюсь еще раз. С решением первичной задачи, а именно разрезанием сухопутного коридора и выходом на побережье Азовского моря, мы фактически блокируем группировку российских войск в Крыму. И тут уже не играет роли Крымский мост как средство снабжения, потому что он просто не обеспечит в достаточном объеме потребности российской оккупационной армии. Мало того, мы, как цивилизованные люди, обязаны дать возможность тем, кто хочет покинуть полуостров, и обязан будет покинуть полуостров, сделать это уже сейчас. И, естественно, мы не можем нарушать, в соответствии с нормами гуманитарного права, такое понятие, как гуманитарный коридор. Поэтому, как бы, уничтожение Крымского моста не является приоритетной целью. А так, по показателям, как я уже говорил, опять же, повторюсь, я полностью разделяю позицию советника президента Украины, Офиса президента Украины по временным показателям. И еще раз скажу, ни одна армия мира, как бы сильной она ни была, будучи заблоктированной в Крыму, не могла бы удержать полуостров. Это еще никому не удавалось. Но уже зная, в каком состоянии находится российская армия сегодня, мы, как говорится, можем с полной уверенностью, подчеркиваю, с полной уверенностью говорить, что в случае выполнения наших предварительных задач, дело до оккупации Крыма, это просто дело времени. И для понимания о роли США, того же НАТО, в Чёрном море, в акватории Чёрного моря, обращая внимание на материал аналитиков из Форинек ФРС, для Вашингтона и его союзников по НАТО, противодействие российскому влиянию в Чёрном море имеет ключевое значение для сохранения и влияния на юго-восточном фланге Европы и обеспечения потока критически важных товаров, из так называемой «житницы Европы», конечно же, к уязвимым рынкам Ближнего Востока и Африки. Это помимо влияния военного, политического, но ещё и есть экономическое влияние в интересах всего мира, и тут, собственно, Вашингтона и НАТО. Вот насколько отделяете отношения НАТО и интересы США в Чёрном море, поскольку не всё так однозначно, ну, по крайней мере, в этом материале анализируют аналитики о том, что всё-таки Турции немножечко остерегается влияние США, ну и каждый раз помним реакцию захода эсминцев в Чёрное море. Редкие, так сказать, птицы в этом Чёрном море, эти эсминцы, это не раз в году, и вот после полномасштабного вторжения тоже только раз эсминец США заходил в Чёрное море к берегам Турции. Вот как Вы оцениваете эти отношения, интересы, у кого какие больше, преобладания, и всё ли так гладко у них? Ну, Вы знаете, как это дивно не звучит, я скажу так, что Турция кровно заинтересована в том, чтобы Украина, как инструмент она уменьшила влияние России на Черноморскую акваторию. Безусловно, противоставлять США и Турцию по военному потенциалу было бы достаточно бессмысленно. Но, как я говорил, Турция здесь, имея свои какие-то отдельные флуктуации, имея непростые взаимоотношения с Соединёнными Штатами, вместе с тем именно в этом вопросе является союзником Соединённых Штатов, как основного, как локомотива НАТО. Почему? Потому что Вы не зря затронули именно вопрос снабжения критических стран продовольствием. Сами понимаете, что на сегодняшний день часть наших портов, таких как Николай Херсон, они просто заблокированы и не имеют возможности осуществлять отгрузку критически важных продовольственных грузов потребителям. И с освобождением Крыма фактически мы расширяем коридор обеспечения продовольствием и стран Азии и Африки, что серьёзно снижает нагрузку и угрозу дестабилизации в этом регионе. Таким образом и США, и Турция, и Украина, в общем-то, с освобождением Крыма решает очень важную именно политическую и экономическую задачу. Поэтому Турция, как основной транзитёр, ну простите, она получает, как говорится, прямые профиты и бенефиты от того, что увеличивается грузопоток через проливы турецкие. И она на этом зарабатывает банальные деньги. Поэтому как бы она не может сама себе в ноги стрелять, как бы осуществляя какое-то противостояние с Соединёнными Штатами. И поэтому все заинтересованы, в общем-то, в том, что Крым как можно скорее стал бы украинским. И повторюсь ещё раз, несмотря на отдельные там вопросы и шероховатости во взаимоотношениях, здесь и Турция, и Соединённые Штаты играют одну партию вместе с нами. Свежая информация по состоянию на сегодня, понедельник, 10 апреля утро. Вывели российские оккупанты в Чёрное море корабли с крылатыми ракетами «Калибр», о чём сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. И также, о чём он предупредил, что наличие вражеских ракетоносителей на боевом дежурстве свидетельствует о высокой вероятности атак. Вопрос тогда, куда будут, если будут наносить удары ракетные, соответственно, крылатыми ракетами «Калибр» российские оккупанты, если уже, собственно, ну, например, нанесение ударов по критической инфраструктуре, в частности по энергосистеме Украины, показало свою неэффективность. Соответственно, по каким целям могут применять эти ракеты? Ой, ну, знаете, очень важно, очень сложно сказать, по каким конкретным целям, если не сакцентировать внимание на основной задачи этих ударов. Основная задача этих ударов — террор против мирного населения Украины. Использование этих ракет против каких-то военных объектов... Ну, вот я о чем и говорю. Использование этих ракет против военных объектов или сосредоточения войск бессмысленно, потому что, ну, в силу рассредоточенности вооруженных сил и подразделений Украины эффективность этих ракет будет практически нулевая. То есть, да, они могут нанести удар, да, они могут уничтожить какое-то небольшое, возможно, подразделение, какой-то опорный пункт, но не более того. А вот нанесение ударов по объектам на территории Украины, будь то объекты критической инфраструктуры, будь то транспортные объекты, будь то, как они говорят, центры принятия решений, они имеют, как бы, двоякую цель. Ну, во-первых, продолжать расшатывать, по мнению россиян, как бы экономику Украины, нанося такие точечные болезненные удары, ну, а, во-вторых, сеять панику, и как они мыслят, и приводить к тому, что все больше и больше людей, по их же мнению, будут требовать от политического руководства Украины прекратить эту войну. Ну, видите, они, как бы, делают очень ошибочные выводы, не понимая глубину различий и такую колоссальную разницу ментальности между российским народом населениям и народом Украины. Поэтому такие удары будут болезненны, и я понимаю, насколько важно следовать и рекомендую всем следовать сигналам воздушной тревоги и не подвергать свою жизнь опасности. Такие удары будут продолжаться в дальнейшем с небольшой эффективностью с точки зрения военной, но с российской точки зрения, как с точки зрения государства-террориста, они будут продолжать наносить и такие удары. Сергей, благодарим вас за этот анализ, в частности, по полуострову Крым. Сергей Грабский, военный эксперт, только что был на связи со студией.